Всем привет любителям металлопоиска и нумизматики. Сегодня будет интересное видео по чистке дорогих монет. Как-то раз я выставил на ваши обсуждения в соцсетях свои монеты, свои шедевры. Как я их почистил и приготовил. Мне сразу стали задавать вопросы и спрашивать, какой секрет почистки этих монет. Секрета нет, ребят. За 8 лет своей деятельности я набрал большое количество опыта. И я этим опытом делюсь со своими подписчиками. Так что сегодня я вам расскажу, как осуществить чистку дорогих монет. А вам решают, стоит использовать этот метод по чистке ваших монет или же все-таки нет. Так что смотрим, будет интересно. Вашему вниманию предоставляю изначальный вид монет до чистки. Окислы страшные. Зеленка обильно покрывает монеты. О сохране монет пока не может идти и речи. Так как после удаления зеленого окисла зачастую проявляются все недостатки в виде кратеров и съедания рельефа. И сегодня я вам продемонстрирую свой метод чистки дорогих монет. Но хочу вас сразу предупредить. Если у вас нет навыков по чистке монет, не стоит начинать с дорогих. Берите какалики и на них набивайте руку. Набивайте опыт. И еще. Если вы продаете монеты, и монета дорогая, не стоит ее вообще чистить. Достаточно помыть ее теплой водой. Так как непрофессиональная чистка снижает стоимость монеты. Отдайте ее лучше специалисту. И пускай спец приведет ее в порядок. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Итак, ребят, я вынужден монету скоблить до чистого металла. В связи с тем, что рельеф, к сожалению, монеты совсем не проглядывается. Вот эту половину монеты я как бы уже почистил. И лепесточки, и дубовые веточки, и нижнюю часть вензелей тоже. В общем, решил все, в принципе, все снимать. Всю родную патину мне придется снять. Хотел вам показать, как сохранить патину родную. Видите, да? Родная патина остается. Монета чистая уже. Но я хочу, помимо всего, поднять еще и рельеф этой монеты. Год очень трудно читаемый. 1700, походу. Это семерка, но она какая-то с дефектом. 86-й год или 85-й. Здесь я уже все прочистил. Все, в принципе, хорошо проглядывается. Рельеф здесь хороший. Здесь, к сожалению, рельеф был отвратительный. И мне пришлось очищать все до чистого металла, чтобы хоть как-то, чтобы рельеф проглядывался. Вот. Здесь тоже. Видите, какой рельеф отвратительный. Придется повозиться с этой монетой. Ну, я думаю, она того стоит. Результат вас, надеюсь, порадует. Вы уж не судите меня строго. Но я хочу делать красиво. Хоть и родную патину, к сожалению, не будет. Вот такая вот монета. Сохран затертый. Получается пока вот так. Ладно. Продолжаем. Итак, ребят, продолжаю я чистку монет таким же способом. Просто беру монету, смачиваю ушную палочку, наношу на монету жидкость. Жидкость впитывается, немножко просыхает. И уже дорабатываю при помощи шиберка, где видны поверхности. Вот. В данном случае я начал чистить пятак. Смотрите. В каком внешнем виде он сейчас. Патина до сих пор осталась родная. Я его не дорабатывал. То есть, рельеф не прорабатывал, ничего. С другой стороны, я был вынужден рельеф поднимать, потому что, ну, не видно было некоторые детали. И пришлось до чистого металла шабером немножко пошкребыкать. Вот. Вот, конечно же, я буду его еще дорабатывать, наносить искусственную патину и поднимать рельеф. Вот. Ну, вот вы видите, как на этой стороне осталась родная патина. Вот. Также я начал чистить и пять копеек советские. Вот. С одной стороны у меня получилось как-то вот так промежуточное пока. Пока. Вот. Все окислы отвалились, но цвет стал некрасивый. Здесь зеленка очень сильная была. Вот. Также я начал и две копейки с одной стороны. Вот. Окислы были сильные. Другую сторону я почистил вот до такого состояния. Тоже промежуточный этап. Вот. Как вы видите, зеленки как бы таковой и нету. Ну, и самое интересное, что я начал, это, конечно же, чистить пять копеек кольцевик. Тоже промачиваю и шабером шкребыкую то, что нужно отвалиться. С другой стороны еще ничего не трогаю. Вот такой вот противный, неприятный здесь налет. Так что смотрим до конца. И я вам покажу результат того, что у меня получилось с хорошими монетами. Кстати, один пятачок я уже почистил и сохранил родную патину. Вот. Пять копеек николаевского образца. Достойный вариант. Возможно, буду даже патинировать. Осталась родная патинка. Ладно. Смотрим. Ну что, ребята, а теперь я перебрался вот на пятак, кольцевик. Как вы видите, на ней есть зеленка. И, в принципе, это хорошо. Я постараюсь ее, конечно, сохранить. Но маловероятно. Как вы видите, здесь имеются вот такие вот черные очаги. И это очаги именно сильно въевшаяся эрозия, коррозия на монете. Другую сторону монеты я как бы почистил. Выглядит вот так. Родную патину я сохранил. И монетка бодренькая. Вообще зачетная, бодрая. Как вам показать, в ракурсе-то точно. Камера у меня стоит, неудобно снимать. Вот. И я продолжаю чистить вот эту монету. Что я делаю? Беру свою жидкость, смачиваю всю поверхность монеты. Даю ей немножко просохнуть. Вот. На поверхности монеты сразу вижу, когда играешь светом. Не знаю, будет вам видно. Когда монеты играешь, видно как раз вот бородавки. Именно те очаги, которыми нужно работать. Вот. Ну, когда вы будете чистить, вы это все поймете и увидите сами. Вот. Сейчас монетка немножко просыхает. Впитывается жидкость именно в слабые структуру металла. То есть, коррозия. То есть, зелень, грязь. И она становится темнее, чем сама монета. И именно эти темные пятна нам и нужно будет счищать при помощи шабера. Вот. Когда начнете пробовать, вы это тоже визуально все увидите. Не знаю, как получится сейчас в прямом эфире. Я постараюсь. Вот видите, здесь монетка просыхает. Сейчас я камеру возьму поближе. Вот, смотрите, камера. Попробую сфокусировать поближе. Одной держу рукой, а другой сейчас попробую с шаберком. Видите, да? Монетка вот в этих очагах просохла. И темнота. Вот эту темноту, грязь, нужно будет срезать при помощи шабера. Но, я так понимаю, зелень, родную зеленку, спасти не удастся. Вот именно вот эти вот темные места нам надо будет сейчас все это счищать при помощи шабер. Взял шаберок острый и очень тонкий. Обычно я пользуюсь вот этим вот. Ну и здесь уже такая грубая. И этим тоже. Вот. Как вы видите, на монете изначально имеются вот такие вот царапины. Это не мои. Не моих рук дело. Это изначально. В общем, как-то вот так. Другая сторона у меня получилась вот так вот. Рельеф ровный. Иногда в некоторых местах, как вы видите, здесь вот. И вот здесь вот. Немножко просвечивается чистый металл. Потому что здесь были такие типа бородавочек. Вот. Также в этих канавках мне пришлось изрядно потрудиться, чтобы оттуда всю грязь вывести. И по всему контуру тоже пришлось. Но когда монетку намочишь, она выглядит нормально. Вот смотрите. Я ее просто почистил. Еще ничего не делал. Вот если я смочу ее сейчас нашим раствором. Смотрите, как она сейчас заиграет. Так же она и будет играть, когда я ее сполоснул. Законсервирую. Может быть, немножко надо будет искусственную патину нанести в те места, где проглядывается. И вот смотрите, как она заиграла. Смотрите, как красиво, да? Вообще красота. Ох, красота. Нравится работать с такими монетами. Очень нравится. Ну, а так давайте продолжим. Что у нас здесь происходит. Сейчас монетка подсохнет. И повторюсь. Мне сейчас надо будет вот эти вот они уже немножко, так знаете, намокли. И намокла именно слабая структура монеты. И все это сейчас легко будет счищаться. Вот я как бы усилий никаких не делаю. И она, видите, слегка уже отходит. Эта чернота. Легкими движениями никуда не нужно торопиться с такими монетами. Все делать надо аккуратно. Аккуратно. Если есть микроскоп, вообще зачетно. У меня хоть и зрение стопроцентное, но бывает проблема прямо в глазах расплывается все. Вот такими движениями легкими нужно эту черноту срезать. Так что, ладно. Вне эфира. Продолжим. Итак, ребята. Ну что, будем подводить итоги. Итоги нашей чистки на моим методом это ортофосфорная кислота и механическая чистка. Вот наш пятачок, который у нас получился. Камера, наверное, не передаст всю красоту этой монеты, потому что на ней я сохранил частичную зеленку. То есть, собственную патину. Как вы видите, результат очень хороший. Специально играю светом, бликами, чтобы вы наглядно посмотрели, что качество чистки превосходное. Язв нету. Зеленка была, как вы видели, и на ней по всей окружности была зелень. Изначально вы, наверное, видали, какой внешний вид был монеты. В принципе, я не ожидал, что под зеленкой получится такая красота. Очень красиво. И тачок, который тоже вам демонстрировал, тоже получился хорошо. но вот в этом месте выявился у нас кратер. Некрасивый кратер. Вот. С этой стороны я оставил свою родную патину. Видите, да? Патинка сохранилась. Часть рельефа я здесь цветовую гамму подобрал и немножко рельеф поднял. с другой с другой же стороны у нас было все иначе. Мне пришлось все срезать. Все абсолютно. Слой патинный срезал, окислый срезал, и под срезанным, как вы видите, появились у нас кратеры. Но, по крайней мере, рельеф монеты уже хороший. Вот. Помимо всего внеэфире я чистил еще одну хорошую монету. тоже нашим способом. Это еще один кольцевик. Сохран монеты был хороший, ребят. Сразу хочу, хороший был сохран. Я сразу знал, что монета будет шедевром. Ну, и наш шедевр вот вашему вниманию. Очень красиво. Вот. Так что монетки получились замечательно. Очень красиво получились. Обостряю внимание именно вот на этом. дорогом экспонате, который мы сегодня в основном и чистили. Я вам показал и доказал, что ортофосфорной кислотой с умом можно почистить очень-очень хорошо. И результат налицо. На больших крупных монетах я это вам все продемонстрировал. Ну, а сейчас попрощаюсь с вами. Итак, ребят, на этом я закончу свой видеосюжет почистки монет. Секрета, как вы видите, нет. Обычная ортофосфорная кислота плюс механика. Результат получился шикарный. Но хочу вам сказать и повторить еще раз, если монеты очень дорогие и у вас нету опыта почистки этих монет, пользуйтесь какаликами. Набивайте опыт при помощи какаликов. А потом будете браться уже за хорошие монеты, которые стоят хороших денег. А также хочу сказать, если монета очень, ну, очень дорогая, то обратитесь к специалистам. Пусть специалисты приводят их в порядок. Если вы, конечно, эти монеты продаете. Ну, на этом и все. Надеюсь, понравилось. Пальчик вверху за трудосторания. Вы просили, я вам показал. Так что оцениваем по достоинству. На этом и все. Всем пока. До новых встреч на копе, на шурфах или на чистке монет. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok